Здравствуйте, товарищи, с вами вновь Сет, это вновь Fallout 2, собственно, продолжаем проходить, остановились мы на том, что, собственно, узнали, я не знаю, что мы, собственно, узнали, мы закончили наши дела в Нью-Рину, да вообще везде, по-моему, закончили дела, где были, абсолютно во всех городах, поэтому нужно сейчас отправляться в новые города, благо у нас есть пару, пару... Точек, собственно, Broken Hills, в котором еще не было, это, на самом деле, город довольно низкого уровня, он чуть ли не ниже, чем Нью-Рина по уровню, хотя Нью-Рина не такой уж и низкий, но, в общем, я должен был давно уже здесь побывать, по идее, еще до того, как пришел в НКР, в убежище и так далее. У нас есть военная база, которая открыта, собственно, не помню, откуда мы про нее знаем, но это та же самая военная база, где создатель липал супермутантов в первом Fallout'е. Ну и есть еще Наварро, которая, опять-таки, открыта, и опять-таки, я не помню, где я получил информацию, да, я разговаривал о Наварро, возможно, даже старик в нашей родной деревне Ароя, типа, дал мне эти координаты, сказал идти на юг или типа того. В общем, сейчас мы отправляемся в Брокен Хиллс, это наиболее, по-моему, правильное решение, мне вот интересно, что это такое, вот черная полоска и зелененький какой-то текст. Брокен Хиллс, да, очередной городок, причем, насколько мы знаем, шахтерский городок. Я приехал туда ночью, меня это не сильно устраивает, поэтому покатаемся по округе часов до восьми утра. Вот так вот будет то, что нужно. Доктора, вот дерьмо! Кажется, я сбил чувака своей машиной. Кто-нибудь видел мой желчный пузырь? Окей, поговорим с ним. Эй, парень, я Рибой, ты поможешь мне помочь? Рибой, это тот, который был в Гекко? Интересно, господи, Рибой, с тобой все в порядке? О, все просто шоколадное, за исключением нескольких сложных переломов и проникающего ранения задницы передним бампером. Всего, все в полнейшем порядке, все хорошо, просто расслабься. Чем тебе помочь? Ну, слава богу, я это думал, что тебе и правда плохо. Что ж, до встречи. Так, ладно, тебе помочь. Рибой молча смотрит вам в глаза, он моргает, потом моргает еще раз. Полагаю, что ответ да. Черт побери, ты прав, я едва могу ходить. Нет, ты не подумай, я нисколечко не ною, бывало и хуже. Пожалуй, ничто не может сравниться в этом плане со здоровенным грузовиком Кока-Колы, который следует строго на юг. Ты бы это видел, везде валялись крышки от бутылок. Ну и, собственно, это, да, как вы помните, в первой части я находил грузовик с Кока-Колы, где просто так 8 тысяч крышек лежало. Такие легкие деньги. Ух ты, представь, если бы кто-нибудь натолкнулся на это посреди пустыни. Вот богатство бы ему привалило. А то же, оу, так не хочется прерывать этот чудесный разговор, но все же, если бы ты помог мне выбраться из-под этого бампера, я был бы тебе крайне признателен. Ты уверен? Вообще-то, тебе, наверное, не стоит двигаться. А, да, не волнуйся, рано или поздно все срастется самой собой. Ну ладно, приготовиться. Я же говорил им, так и говорил, нам нужны дорожные знаки, но оно им таки надо. Нет, уже никто не слушает старика. Какого старика? В любом случае, он шел. Еще раз, как его зовут? Вы видите Гуля, которому, похоже, очень больно. Может быть, если бы вы чуточку лучше умели водить машину, бедняга бы не пострадал. Ну и, в общем-то, хрен с ним, ухты, как интересно. Я боюсь, что если бандиты станут еще чуть-чуть злее, мы город уже что-то там не отвоюем или типа того. Какие-то они серьезные такие вооруженные ребята. Не знаю, можно ли ходить тут с оружием. На всякий случай... На всякий случай убрал. Ну, зато напарники ходят. Только в НКР к ним могут привязаться по этому поводу. Я смотрю, Кэссиди уже как дома себя чувствует. Итак, привет. Что надо? Кто вы? Я, Брайан, работаю на генераторе, который дает электричество всему городу. Понятно, очень интересно. Должна быть очень интересная работа. Ну, нет, на самом деле нет. В основном я просто сижу и слежу, чтобы стрелки циферблатов не зашкаливали. Регулирую чуть-чуть. Вот, в общем-то, и все. Кто угодно справился бы. Кто угодно, а у меня есть еще вопросы. Что это за место? Это электростанция Брокин Хиллс. Я тут в основном слежу, чтобы, ну, чтобы все работало. Все вроде тьфу-тьфу, не ломается. На урановой крошке тут все работает. На урановой крошке. Ну, если учесть, что урановая шахта у нас под боком, а атомная энергия это энергия будущего, значит, мы идем в ногу со временем. Может, нас мало, зато мы прогрессивные. Ну, и, собственно, похоже, это все. О чем с ним можно поговорить. Разве что я бы потрогал пульт, но, естественно, Кэссиди забил проход. Что мы имеем? Ну, ничего, в общем-то, стандартные неюзабельные компьютеры. Даже с тремя горящими мониторами. Мне порой казалось то, что три горящих монитора обозначают то, что... О, а ты до самого начала стоял, чувак? Вы видите улыбающего человека в положенной куртке. Уберите свое оружие, вы не получите от меня ответов, пока будете вот так вот им размахивать. Вот, черт, похоже, это, короче, я не знаю, как будто они эту фишку сделали позже уже, после того, как... Я не знаю, просто в первых городах вроде как тоже меня требовали, типа, убери оружие в городе-убежище в том же самом. А на напарников, типа, насрать. Есть у них оружие, нет у них оружия. А вот здесь к этому серьезно относятся, чтобы даже у напарников в руках не было ничего. Привет, я Стив, я тот парень, который расскажет вам, что здесь к чему в этом замечательном городе. Могу я направить вас куда-нибудь или чем-нибудь помочь? Ну, расскажите мне об этом месте. Мы небольшой шахтерский поселок, наш шериф Маркус и человек по имени Джейкоб основали этот город несколько десятков лет назад. Они выбрали это место, потому что оно было расположено рядом с залежами урана. Вам интересно слушать дальше? Ну да, почему нет? Мы живем тем, что перерабатываем урановую руду, которую добываем из холмов и продаем ее ближайшим поселениям, например, в город-убежище Гека и Новую Калифорнийскую Республику. Кое-что мы оставляем себе, чтобы получать электричество. Дальше? Ну давай. Таким образом мы живем, как умеем, создаем нашу собственную цивилизацию и стараемся не сдаться перед городом-убежище или НКР. Нам не нужно правительство по их подобию. Это все, что я могу сказать по этому вопросу. Отлично, у меня есть еще вопросы. А что нового? Да ничего особенного. Окей, кто тут главный? Ну, формально тут главный шериф Маркус. Он основал этот город и с успехом помогает нам справиться с кризисами. На самом деле, каждый в городе имеет право голоса. Мне кажется, такая система не может работать. Похоже, неплохой способ устройства общества. Продолжайте. Тот парень, что основал город, все еще главный, должно быть он очень-очень стар. Так, продолжайте. Мы обнаружили, что в нашем случае это неплохо работает. Кроме того, Маркус невероятно честен. Где я могу найти Маркуса? Обычно Маркуса можно найти рядом с банком, который заодно служит более надежной тюрьмой. Или в обычной тюрьме. Иногда он бывает в таверне или заходит домой, но обычно он работает. Так, кто здесь живет? Мы коллектив людей-мутантов и гулей. Людей-мутантов и гулей. Забавное сочетание. А роботов у вас нет случайно? У нас нет расовых противоречий, которые раздирают город-убежище. Для нас все равно. Вы живете рядом с мутантами? Неужели вы не знаете, что они злые? А равны? Мы все равны. Мы все потомки людей. У нас у всех одинаковая сущность, несмотря на внешние различия. Говорит, что кто-то злой только потому, что у него такая внешность невежественная. То есть, получается, я невежда. Это верно. Не обязательно. Кто знает, что мог сделать с разумом человека вирус, который так изменил его тело? Ну, типа, это верно. Ну, давайте вот так вот. Если бы мутанты хотели причинить нам вред, они бы давно уже это сделали. Они же не живут вечно. Вообще-то, большинство из них уже глубокие старички. Основание этого поселения не помогло им достичь их целей. Но они все равно злые. Да, здесь есть резон. Ну, очевидно, перевести надо было. Здесь есть смысл. Ну, окей. Что вы можете предложить путешественникам? У нас есть шахта, очистительный завод, таверна, гостиница. Причем, поскольку она осталась без владельца, сейчас она бесплатная. Больница, магазин и аптека. Еду мы выращиваем сами. Ну, насколько я понял, у меня в тот раз, кстати, не лечился Кэссиди, потому что у меня было фулл ХП, и, соответственно, врачи не предлагали мне никаких услуг. Я не знаю, как важно ХП себе отнять, там, я не знаю, в ногу выстрелить, может, или типа того. Но я сам его докторским саквояжем вылечил, который где-то купил или нашел. Ну, собственно, расскажите об этом месте. Нет, спасибо. Собственно, вроде как, вроде как поговорили. Слушай, еще одна банда этих романтиков с большой дороги, и в следующий раз я надену динамитный пояс. Ни кренасят какие-то радикалы. Прям экстремисты. Скоро глядишь и в... Я не знаю, как это называется, в общем. Место, где любят радикальные экстремисты делать радикальный экстремизм. Так, ты, женщина. Привет, я Лис, чем могу быть полезно? Хочу что-нибудь купить. Расскажи мне о городе. Это скучный шахтерский городок, в котором можно найти все виды жизненной мерзости. Жизненных. Если вам нужен экскурсовод, поговорите со Стивом или еще с кем-нибудь. Ух, какие нервы. У меня есть еще вопросы. Хочу что-нибудь купить. Вы хотите что-нибудь купить? Прекрасно. Вот что у меня есть. Ну, у нее несколько столов. Я полагаю, что здесь, как в НКР, можно подходить к каждому. Ну, естественно, выбор у нее невелик. 2000. Ни хрена себе. По 500 за стимулятор. Так, с меня еще не драли. Ну, это, конечно, зависит от того, насколько я в городе. Насколько меня принимают. И все такое. Мне вот интересно... Интересно, здесь каждый стол, типа, это каждый отдельный этот, да? Нет? Эй, а ну-ка оттуда. Ладно, не будем. Тут один раз, типа, если их разозлишь, то второй раз уже может выйти что-нибудь плохое. А что у нее там за садная комната? С кроваткой. Наверное, это ее... Ночлег. Наверное. Спальня. Или типа того. Так, тут у нас, похоже, какие-то... Отбитые на голову типы. Ну, давайте попробуем открыть им дверь. Деревянная дверь. Хотя, мне кажется, что она, скорее, железная. Привет. Тебе не кажется, что все наши попытки цивилизовать пустоши не очень-то приближают к нашей цели? Цивилизовать пустоши. Когда отправляется следующий караван? А, это караванчики, что ли? Судя по всему, да. Так, ну и кто у нас тут? Вик уже... А, тут был проход. Вик, ты, как всегда, на шаг впереди. Ну, или на 20 шагов позади. Привет, прохожие. Чем могут для тебя сделать? Купить кое-что? Чего же ты хочешь купить? Ну, давай посмотрим, чего я хочу купить. Лопата. У меня вроде есть лопата и пару патронов и дерьмо. У меня же есть лопата. Вроде в машине лежала. Или у Вика, не помню. Где-то точно была. Ну что ж, было приятно, я мне делать что-нибудь еще. Надо я еще работу. Хочешь работу? Ну, тут есть два варианта. Перекидывать лопатами навоз за 100 баксов в день. Или сопровождать один из наших караванов за 200. Наши караваны ходят в ГЕК, НКР и город Убельщин. Серьезно, так мало? Я пойду с караван... Ладно, меня не интересует, мне нужно кое-что другое. Кто вы? Я бил. Я снабжение с караванов этого города. Я планирую караванные маршруты и комплектую караваны товаром. Я нанимаю людей на работу, а еще я отвечаю за патрули единства. Работу? Какую работу? Хочешь работу на... Твою мать. Так, кто вы? Спасибо, пока. Не хочу караваны. Ты кто? Как дела? Чем могу помочь? Кто вы? Я чет. Есть ли у меня работа? Поговори с Биллом, он тебе поможет. У меня есть еще вопросы. Расскажи мне об этом месте. Рассказать я о Брокенхиллз? Ну, я перебрался сюда несколько лет назад. Нашел работу у Билла. Он местный снабженец. И постепенно стал тем, кем я стал. Я подчиняюсь Маркусу и Биллу. Но от меня зависит благосостояние города. От тебя? Ты прям большая шишка, Чет. Ну, или считаешь себя таковым. Какой работой ты занимаешься? О, вот такие колодцы, я знаю. В них обычно можно спускаться. Но не сейчас. Ого! Вы видите мускулистого старого мутанта. Наверное, ты есть, Маркус. Что тебе нужно, человек? О, с озвучкой. Ну, давай. Кто вы? Я Маркус. Я помогал строить этот город. Теперь я шериф. Сколько же лет назад это было? Это долгая история. Хочешь, чтобы я тебе рассказал ее в подробностях? Или вкратце? Да, хрен с ним. У меня не слишком много дела. Давай рассказывай всю. Ну, после того, как создатели Чаны были уничтожены, я отправился, куда глаза глядят. Мне некуда было идти. Однажды на меня напал какой-то идиот в силовой броне. Правда? Идиота звали Джейкоб. Он был из братства Стали. Он дал клятву уничтожать мутантов. Мы немного с ним подрались. День или два, по-моему. В какой-то момент мы не выдержали и давай ржать. И чего мы не поделили? Что потом? Мы стали друзьями. Пошли дальше вместе. Другие люди присоединились к нам по пути. Наверное, понимали, что безопаснее, чем с мутантом и стальным рыцарем им уже нигде не будет. А почему остановились здесь? Урановая шахта. Я знал, что она должна быть где-то здесь. Посмотрел по старым картам. Теперь сюда может прийти кто угодно. И жить здесь мирно, пока не нарушает законов. Другие, может быть, не очень-то хорошего мнения о нас. Но мы свободны, как никто другой. Так-то? Постой-ка, то есть ты подружился с человеком из братства? Что, то есть вы больше не убиваете людей? Так, с человеком из братства. Да, черт побери. Лучший друг из всех, что у меня были. Ну да, как же, ты бы его макнул в чан, как любого другого. Ладно, не будем ему грубить, мало ли. Непонятно, почему диалог на этом закончился. Так, какова история этого города? Кто вы... Это я вроде спрошел. Почему вы, мутант, не нападаете на меня? Из какой дыры ты вылез? Мутанты и натуралы живут в мире и согласии уже очень давно. А геев вы, значит, не принимаете, да только натуралов. Есть древний, который основал выходец из убежища. Выходец из убежища? Тот самый, который убил создателя и разрушил чаны? А именно тебе что-то не нравится, мутантская морда? Не-не, это не он, я не знаю о чем ты. Ну да. Без проблем, как я уже говорил, это было очень давно. Почему вы тогда ненавидели людей? Ты говоришь о давних временах. Мир изменился с тех пор. Хочешь услышать древнюю историю? Ну, я полагаю, что он сейчас опять расскажет свою историю. Ладно. А нет. Хотя, вообще-то, мы никогда по-настоящему не ненавидели людей. Мы просто выбрали лучший путь. Эти новые правительства, они думали, что знают ответы на все вопросы. Бла-бла-бла. Везде были. Все знаем. Мы круты. Какой же был этот ваш лучший путь? Создатель хотел поднять всех и каждого до своего уровня. После этого нам бы не пришлось больше сражаться друг с другом. Он убедил нас, что мы не сможем это сделать сами. Нас надо было заставить эволюционировать. Ну, ты согласен с этим? Когда Джейкоб был еще жив, я думал, что Создатель ошибался. Но потом я понял, что лишь немногие люди способны откликнуться на зов гуманизма. Большинство просто убегают. Так ты думаешь, что Создатель был прав? Джейкоб услышал зов и принял его. Так же, как и выходец из убежища. Но как бы высоко ни поднялись немногие, толпа всегда их задавит. Верно? Может быть. Создатель хотел, чтобы каждый прозрел. Выходец из убежища разбил эту мечту. Похоже, ты одновременно ненавидел выходца из убежища и восхищался им. Ты был человеком. Как ты можешь оправдать то, что с тобой сделал Создатель, так ты думаешь, план Создателя был верен? Я, между прочим, прямой потомок выходца из убежища. Так, ненавидишь и восхищаешься. Это верно. Если бы все люди сражались за то, во что они верили, план Создателя бы просто не понадобился. Так, Создатель хотел поработить человечество. Не забывай. Я лично знал тех, о ком речь. Они были лучшими представителями человечества. Твой народ расскажет другую версию этой истории. Верно? Ну, может быть, у нас еще вопрос. Что-нибудь еще? Что-нибудь еще? Так, что новое? У нас тут неприятности с шахтой. Если хочешь помочь нам их устранить, поговори с Зайсом. Он бригадир на шахте. Где он можно найти? Обычно в шахте. Иногда в салоне. Еще что-нибудь? Что именно ты хочешь? Ну ладно. У нас тут люди пропали. Что с ними случилось, без понятия. Найди их, получишь пять сотен. М-да. Пять сотен. Я сделал это бесплатно. Чудесно. Дай мне знать, если найдешь что-нибудь. Ладно? Мог бы зацепку какую-нибудь дать, ну ладно. Что-нибудь еще? Хочешь путешествовать со мной? Я хочу тебе кое-что рассказать. Ничего, забудь об этом. Что-нибудь еще? Позже должна появиться была эта реплика, когда я что-нибудь узнаю. Хочешь путешествовать со мной? Слишком много народу. Я слишком стар, чтобы будешь что-нибудь еще. Ну и вот так вот сразу он может стать моим, типа, сопартийцем. Без каких-то проблем и вопросов и тому подобного. Ну, блин, конечно, круто иметь Супер Мутанта с Миниганом у себя в команде. Я даже не знаю, типа... Да, Миниган, там стимуляторы, все дела. Ты. Чем могу помочь? Привет, дружище. Ты кто? Я Фрэнсис, чемпион этого города по армрестлингу. Я заключил Париж, что никто не сможет меня пересилить. Наверняка немного нашла желающих вызвать тебя на матч. Именно так. Похоже, никто в этой забытой богом пустыне не хочет даже пробовать. Да, печально. Если найду кого-нибудь, кто захочет, я направлю его к тебе. Пока. Если ты сильно не значит, что ты умный. Ну, я думаю, что у меня просто слишком мало силы, в принципе, чтобы попытаться тягаться с ним. Может быть, когда я в Power Armor сюда приду. Если приду, конечно, то будет более продуктивным наш диалог с ним. Привет, незнакомец. Добро пожаловать в город. Как тебя зовут? Сет. Ну, Сет, рад познакомиться. Я Фил, хозяин этого заведения. Чего? Выпьем ядерколу, пилы, рыгаловку. Ничего. Ничего тебе нечего здесь делать, если ты не собираешься пить. Мне тоже приходится платить по счетам, так что давай попробуем еще раз. Итак, чего будешь пить? Ничего. Пока ты пьешь, я молчу. Итак, что сегодня Дыша просит? Ничего. Все-таки можно отвязаться от него. Я не алкоголик. Я не пью. Это типа не круто. Вот какое-то клевое здание с большими дверьми, но я сначала хочу зайти в здание с маленькой дверью. Ну, тут сидит какой-то доктор. Еще одно здание. Большое. Привет, доктор. Хрипит. Здравствуйте, я док Холидей. Чем могу помочь? Меня ранили, мне нужен врач. Один из моих друзей ранен, ему нужен врач. Уже нет. Кого мне вылечить? Вика? Я могу вылечить за оплату. Сколько? Так, попали в переделку, а это напоминает мне дни моей юности, когда я был молодой и горячий. Тогда мне было, во мне было много дырок, это неудачное приключение, обойдется вам в 100 баксов. Ладно, забыли. Не буду я Вика лечить за 100 баксов. Хотя это определенно дешевле, чем суперстимуляторами его накачивали, простыми стимуляторами. Так, чем вы здесь занимаетесь? Что я тут делаю? Это больница. На мне все, на мне надет докторский халат, я покрыт кровью, вокруг разложены острые блестящие штучки. Или я процветающий киллер, или честный доктор. Решайте сами. Пожалуй, я решу, что вы доктор. Не надо мне хамить, старик. По-настоящему хороший врач не будет весь угвоздан кровью. Ладно. Неверно, я доктор. Как приятно видеть, что сообразительность сохранилась и после ядерной войны. Ха! И бьется в теле 70-летнего мужчины. Я не потерплю, чтобы всякий старый хрен поливал меня грязью. У меня есть еще вопросы. Так, расскажи о городе. Посмотрим. Я родился здесь много лет назад. Здесь тогда все только начиналось. Я еще подростком был. И болтался тут и там. Я встретил женщину и влюбился в нее. А потом она умерла от болезни. Я решил, что должен стать врачом. Мы говорили о Брокинг-Хиллсоне, о вашей биографии. Да ну, продолжайте. Так что я отправился в Сан-Франциско и научился там у китайцев. Один старик по имени Фанк научил меня всему, что я знаю о медицине. Кроме того, он научил меня своей мудрости. А что случилось потом? Потом я вернулся сюда и открыл больницу. Я увидел, как Марк устроил город. Он превратил его из палаточного городка, который я помнил с детства в человеческий муравейник, который ты видишь перед собой. Я видел людей, которые привлекала сюда жажда денег. Я видел, как люди росли и умирали. Я видел, как вершилась история. И это означает... Это означает, что сейчас я мало что знаю о нынешнем народе. Большая часть моих воспоминаний всего лишь воспоминания. Что ж, спасибо за помощь. Ну ты ублюдок, ты заставил меня ждать все это время и не сказал ничего дельного. Спасибо за рассказ. Нет, спасибо за снисходительность к моей болтовне. В следующий раз, когда вам понадобится медицинская помощь, я ее окажу за счет заведения. Ну, как скажете. Ну, окей. Но он сказал в следующий раз, а не в каждый следующий раз. Хотя, может, он имеет в виду каждый следующий раз. То есть, я могу всегда теперь у него бесплатно лечиться. Есть какие-нибудь свежие сплетни? Вы даже не представляете, что только люди не говорят, когда им больно. Да ну, например. На удивление немного, прошу прощения. Но когда я лечу людей, я не прислушаюсь к их страшным тайным. О, вы не ответите на другие вопросы. Можно купить у вас какие-нибудь лекарства? Пара стимуляторов. Почем? 137. Слушайте, это чертовски выгодно. 137 за стимулятор. Это... Прям... Хорошая цена. Ой, книжечка стоит чуть больше сотни. Так, надо купить. 137. Это... Это не 500, как мне вначале пытались багрить. Единственное, что... А, вот как раз есть хрень. Ненужная хрень. Примерно... А, и пару боевых дробовиков. Короче, у меня есть на продажу. Некоторые шмотки. Так, привет. Давай мне свои стимуляторы. Дешевые. О, сук! ППЦ! Подстава? Ну, подстава же. Он теперь не лечит меня бесплатно. А... Вот чтоб и вас, и ваших друзей... Еще кое-что. Ну-ка, об этом городе продолжайте. Что случилось? Спасибо за рассказ. Ну, как скажете. А теперь... Ммм... 334. Блин! Ну, блин! Ну, блин! Ну, чувак! Ну, блин! Ну, что ж ты такой... Что ж ты такой... Ммм... Непостоянный-то! То он мне на халяву практически продает, то собирается... Да куда ты пошел? Ко мне иди, Кэсси, иди. Хватит носиться. Теперь я подготовлюсь заранее. Так, давай сюда это дерьмо. Ну, и доктор. Ну, ты... Ну, доктор просто... А, доктор Дулиттол, блин. А, что случилось? Спасибо. Так... Так. Так, лекарства. Ммм... Вот это меня устраивает, да. Ну, блин, конечно, он... Тот еще мастер подстав. Ну, и немножечко не хватает мне. Придется добавлять из своего кармана этих 30 монеток. Конечно, можно было и антирадийно, и радыкса у него по халяве практически купить, но... Мне интересно, сколько у меня доктор 10, а первая помощь 59. Ну, да. Причем ни первым, ни вторым я не пользуюсь. Но первую помощь, вроде бы, когда прокачиваешь, то стимуляторы больше восстанавливают. Хотя я не уверен. Так... А вроде бы все, он ничего нового мне не расскажет. Да, пожалуй... Ничего нового он мне не скажет, да, Вик? А если здесь? А если здесь, то все хорошо, да. О, это, похоже, здание посерьезней будет. Тут у нас... Где вход-то? Только отсюда, что ли? Какое интересное... Здание. Так, ладно, будем последовательны и зайдем все-таки в него, а то я потом забуду. И окажется то, что пропущу какой-нибудь важный квест. Кстати, пока что... Хотя нет, я хотел сказать, что мне пока ни одного квеста не дали, но мне ведь дали. Брокен Хиллс. Найти пропавших людей для Маркуса и еще разобраться с какой-то фигней в шахте. Но это надо взять у другого человека. Так, вот... Вот дверь, насколько я могу судить. Сейчас Вик наверняка выползет откуда-нибудь, где проход. Вот эта дверь наверняка тоже работает. Тут просто какая-то дырень, я не совсем понимаю. Ну да, вот эта. Что это за дверь такая? Зачем она здесь нужна, если здесь какая-то канализация, что ли? Ну вот этот выглядит как самый главный. Ну, поговорим со всеми. Куда делся Хэнк? Кто-нибудь видел Хэнка? Не, я не видел Хэнка. Мутанты и люди в последнее время на грани столкновения. Похоже, в этом городе становится слишком много народа. Так, куда делся Хэнк? Ты. Кто? Тебе нечего здесь делать. Что вам надо? Кто вы? Я начальник очистительного завода. Что тебе нужно? Мне нужен уран. Что это за место? Это очистительный завод в Рокен Хиллз. Здесь мы ощущаем руду, добытую шахтой. Что нужно? Мне нужен уран. Глупость какая. Мы ничего не дадим. Тогда прощайся с жизнью. Прекрасно. Пока. Как его зовут-то, блин? Я бы хотел знать его имя. Вы видите Гули? Его кожа, кажется, скоро сползет с него. А еще кажется, что он свой среди прочих горожан. Он не хочет мне ничего давать, никаких заданий и тому подобного. А, вот, кстати, дверь. Да, можно было пройтись проще. Вот тут вот я тоже не был. Что у нас тут? Какие-то два типа. Привет, я Джейкоб, городской аптекарь. Чем могу быть полезен? Там есть доктор, есть аптекарь. Что можешь рассказать о Рокен Хиллз? Почему тебе для начала не сказать, как ты относишься к мутантам? Я их ненавижу. Живут себе, кушать не просят. Я их обожаю. Кушать не просят. Может быть, если я расскажу тебе правдивую историю, ты передумаешь. Хорошо, расскажи мне. В таком случае я расскажу тебе правдивую историю этого города. Этот город основал человек по имени Джейкоб. Меня назвали в его честь. Затем пришел мутант Маркус и с силой захватил власть. Достаточно, ты не в своем уме. Расскажи мне подробнее. Он правит здесь с тех пор, как убили создателя. Он убирает любого, кто с ним не согласен. Или этот несогласный просто исчезает. На первый взгляд, этот городок выглядит миленько. Но на самом деле тут зона охоты для кровожадных мутантов. Многие могут сказать, что их друзья исчезли после того, как говорили неудобные вещи. Продолжай. Снаружи тут мирный культурный город, который растет и развивается. Но мы все живем в постоянном страхе перед злобой мутантов. С каждым днем здесь становится все меньше и меньше чистокровных людей. Все мутанты, которых я видел, выглядят старыми и немощными. Почему вы не выступите против них? Они хотят вести тебя в заблуждение, мой друг. Они хотят тебя одурачить. Почему тогда люди не выступят против них? А мы это и делаем. Мы с друзьями задумали одну штуку, которая избавит этот город от мутантов. Моих друзей для начала... Но моих друзей для начала надо вытащить из тюрьмы. Ты с нами? Нет, я донесу на тебя. Ты псих. Конечно. У меня есть для тебя небольшая работенка. Наши друзья Мэнсон и Фрэнк сейчас сидят в тюрьме. Я хочу, чтобы они вышли на свободу. Если возможно, сделай это тихо. Но не хочу, чтобы весь город стоял на ушах. Что если мне придется кого-нибудь убить? Понятно. У меня есть еще вопросы. Брокен Хиллс. Я уже сказал тебе, что тебе нужно знать об этом городке. А что еще надо? Ничего, забудь об этом. Так, мадам, а ты что скажешь? Как здорово, что ты с нами. Понятно. Ты, значит, тоже мерзкая падла. Подставлю-ка, злю-ка и так далее. Маркус! Маркус! У меня новости. Тебе сообщите в заговоре. Я хочу тебе кое-что рассказать. Да, я так и знал, что для этого понадобится эта надпись. Так, насчет Джейкоба и Айлин. Ой, ее звали Айлин. Прикольное имя. Джейкоба и Айлин попросили меня вытащить двух человек из тюрьмы. Думаю, у них есть какой-то план. Ладно. Дальше разбираться будем мы с помощниками. И спасибо. Я таких вещей не забываю. Без проблем, пока. Думаю, Фрэнсис был прав насчет Джейкоба. Этот ублюдок-убийца больше не причинил никому в преданной славе в этом городе. Две с половиной тысяч очков. Что-нибудь еще? Да. Так, ничего. Так, сейчас тут еще пару зданий. Блин, в натуре зданий так много в этом городе. О. Тут прям какие-то большие ш... А, это тюрьма. Все по всему. Чем могу помочь? Просто осматриваюсь. Ирх, нет ни с чем особо. Ну, посмотри где-нибудь еще, а у нас тут преступники. Уходи. А, это она и есть. Ой. Я поговорить хотел. Ты примкнул к неудачникам. Мутантофил, проваливай отсюда. Я не хочу дышать одним воздухом с тобой. Ах ты, сволочь, мы тебе доверяли. А ты-то кто вообще? Я даже не знаю тебя. А, так, привет. Лучше не болтайся тут, убирайся. И узлы. Ну, это деревянная дверь, он же не заключенный, я полагаю. А говорит как заключенный. Блин, как всегда, мой друг Кэссиди. Ну, окей, тюрьма так тюрьма. В тюрьме ничего интересного. Сам себе пирог делай, ты кусок дерьма. Я люблю тебя, кисонька. В смысле, это женщина? Я тебя тоже люблю, пышечка. Женщина, где мой пирог с миссом бронина? Это, это... Это женщина или это... Я слышал, что тут только натуралов. Это жалуют, типа... А эти мутанты не похожи на натуралов. Привет, мадам. Привет, ниггер. Привет, мадам. Я думаю, что нам всем людям просто расслабиться и отдышаться ненадолго. Так, привет. Не могу поверить, что отношения между людьми и мутантами скатились в такую яму. Интересно. Тут у нас переход. Кажись, во всех зданиях был, хотя вот в этом еще не был. Где у него тут вход-то? Это тоже тюрьма, что ли? А тут хоть кто-нибудь есть в этой тюрьме, кроме одного заключенного. Давайте посмотрим, что у них тут. Ничего. Может, в столе что-нибудь веселое было. Как ни странно, но в столе тоже ничего веселого. Ладно. Дверь. Откройся. Ты. Говори со мной. Вы не можете туда пройти. Кто-нибудь видел мои темные очки? Надо же один бурбон... Один... Окей. Кэссиди вообще плевать, короче, на все. Это тюрьма, да? Ты... Ты... Это тюрьма, да? Кэсси... Ну, ты можешь выходить, чувак. Если что, это не я тебя открыл. Не думаю-то, что игра. Как-то это плохо на мой счет запишет это действие. Что-нибудь еще? Ну, вроде ничего. Не знаю. Мне не хочется брать его с собой. Типа, я уже привык к Кэссиди и Вику. Да, они тупые, заторможенные. Но, с другой стороны, я сомневаюсь, что он будет намного лучше в плане интеллекта. Но, с другой стороны, сколько у него ХП? Вот ты. Сколько у тебя ХП? 130. Ну да, у него, конечно, побольше ХП. И с миниганом он такой крутой бегает. И тяжелые пушки, наверное, любит. То есть, против крутых врагов, вероятно, он будет продуктивнее, чем тот же Вик. Хотя, если Вику дать какую-нибудь крутую пушку, ну, у меня у самого нет крутых пушек. Ну, не считая того самого пистолета, который здесь называется просто пистолет 0.2-2-3 калибра. Так, сразу же здание. Привет, здание. Ох, тут какой-то костюм, выцветшая картинка. Там, по-моему, Андрей Дред Голубев нарисован, хотя я могу ошибаться. Похож? Нет? Игрок, даже когда он не игрок, все равно остается игроком. Да заходи уже, закрой за собой дверь, не пускай внутрь мух. Хорошо, хорошо, не надо так орать. Кто это тут разорался? Куда хочу туда и пускай мух. Терпи, неудачник. Прошу прощения, я просто немного на взводе. Все эти чертовы мухи и кондиционер не работает. Если бы мне выделяли больше электричества, можно было бы их прогнать. Но мощности не хватает. Откуда тебе поступает электричество? У самого въезда в город есть электростанция, а там же и распределительные системы энергии. Если бы тебе удалось выбить для меня небольшое увеличение квоты мощности, чтобы включить кондиционер, я был бы тебе очень благодарен. А в чем выражается, что я благодарен с деньгах или барахле? А у меня нет времени. Ты псих, что ли? Не буду я с тобой разбираться. Может, ты наконец умрешь от расстройства, кислород миру сбережешь. Хорошо, я это сделаю. О, я не могу и найти слов, чтобы сказать, как я тебя признатил. Пожалуйста, сообщи мне, когда ты это сделаешь, чтобы я мог включить кондиционер и принять ванну. Обязательно у меня есть еще кое-какие вопросы. Откуда берутся все эти мухи? Они летят сюда, потому что мое тело с какой-то радостью выделяет питательные вещества для мух. Они просто слетаются на меня, особенно когда я потный. Вот гадость, я мыться не пробовал? А тогда я окажу тебе благодаяние. Убью тебя. Так, да, пробовал я. Все пробовал, не помогает. Единственное, что я могу сделать, чтобы на меня не летели мухи, это не потеть. Но так же... Как же не потеть, когда кондиционер не работает? И откуда он будет работать, когда нет света? Понятно. У меня есть еще вопросы. Кто вы? Я Эрик. Когда-то я держал тут в городе гостиную, но пришлось ее продать из-за моих неприятностей с мухами. Потом я держал таверну, но ее тоже пришлось закрыть по той же причине. Наконец, я управлял генератором, но мухи постоянно залетали в оборудование. Да, ну и набор работок. У меня есть еще вопросы. Вроде ничего, мыться не пробовал? Так, все, пробовал, да, я так подумал. Что это за портрет? Изображение певца. Явно очень древняя картина в фетровой рамке, которая до сих пор неплохо сохранилась. Ну, не знаю, может быть пристроить, можно будет куда-нибудь какой-нибудь мадаме подарить. Хотя картины, кто дарит мадамам картины? Это же не цветы. Ну, в общем, кому-нибудь, наверное, можно подарить. О, туалет. Давно я не был в туалете. Ну, то есть, в последний раз, когда я был в туалете... Ух ты, тут еще и люк у нас какой-то интересный. Который явно куда-то ведет. Вы как думаете? Может, я там найду пропавших людей, не знаю. Мураши. Мураши. Ё-моё. Ну, ты что, совсем что? Блин, у меня только снайперская винтовка с собой. Так, сколько у них хп? Двенадцать. Было бы странно, если бы я... Типа... Не с одного выстрела их убивал. Это что, получается? Ну, я могу из снайперской винтовки делать два... Прицельных выстрела подряд. Ну, и, соответственно, два простых выстрела. Или промазать могу, например, два раза в ход. Не знаю, что я тут делаю. Наверное, здесь где-нибудь люди. И, наверное, это не просто так. Вообще место, так что... Ладно. Я думаю, я потом сюда приду, когда мне... Когда обшарюсь весь остальной город. Ну, мне придётся, скорее всего, сюда прийти. Вот, например, здесь есть люк, насколько я могу судить. Примерно вот в этом здании тоже. К этим... Мурашам. И ещё мне надо оружие убрать, вероятно. И у напарников. Напарники, кажется, не доставали его даже. Говорят, мутанты объединяются, чтобы перебить людей. Ну, я не знаю. Может, это и правда, но вряд ли. Ну, хотя, может, это и правда. Но тот чувак был похож на психа. Привет, старый мутант. Так, так. Очередные штучки-дрючки натуралов. Ну, я натурал, но не вижу в этом ничего плохого. Почему ты так обращаешься со мной, большой, злой, синий, зелёный, какой-то там цвет. Так, говорят, мутанты объединяются, чтобы перебить людей. Эх, пропаганда. А ещё, знаешь чё? Не ешь ГМО. Вот, чё я могу сказать. Правда, в этом мире ГМО как раз-таки, наверное, и не стоит есть. О, ещё пару мутантов. Это вы объединяетесь, чтобы людей с этого... О, ты выглядишь серьёзно. Крепкий старый мутант. Ты новичал в городе? Именно так. Хорошо. Ну, меня зовут Зайус. Ты мне должен дать квест. Теперь, когда мы познакомились, скажи мне вот что. У тебя руки из нужного места растут. У нас сломался очиститель воздуха на нижнем уровне, но нет запчастей, чтобы его починить. Масок, чтобы работать, не опасаясь радона, который там скапливается, у нас тоже нет. Не, я не очень-то разбираюсь в механике, извини, не слишком-то приятная ситуация. Что для этого нужно? Правда, ты сделаешь это для меня, и что более важно для Брокенхиллс... Конечно, я это сделаю. Чудесно. Конечно, тебе понадобятся запчасти. Прогуляйся в Ньюрино и найди там Ренеско. У него по магазину разбросаны всякие инструменты. Скажи ему, что тебя послал Зайус. И передай вот эти слова. Канарейка склеила ласты. А вот где найти противогаз, я не знаю. В принципе, можно обойтись и без него, но будет больно. Как бы то ни было, спасибо. Нет проблем, до свидания. Ну, что ж, хорошо. Только в Ньюрино в Падду ехать. Ну, тут, в принципе, меньше дня езды. А это шахта, я так понимаю, да? Которую мне надо будет чинить. Что скажешь? Что надо? Что здесь интересного? Что интересного? Ну, шахта закрыта, потому что у нас сломался очиститель воздуха. Еще есть салон, он открыт. Но у нас есть караванчики. Еще есть магазин. Это все. Еще, погоди, о чем мы сейчас, с кем мне поговорить насчет шахты? Если ты думаешь, что можешь чем-то помочь шахтой, поговори с Зайусом. Он обычно находится в бригадирской палатке рядом с шахтой. И он сейчас в плохом настроении из-за проблем с очистителем воздуха. Есть еще что-то? Да. Так, где находится салон? Гуль по имени Фил держит салон. Он, типа, представитель всех гулей в этом городе. Ты можешь найти его к востоку от банка. Что-нибудь еще? Восток от банка. Салон. Хм, банк это который там, где тюрьма, насколько я понял. Там две тюрьмы. Одна какая-то маленькая, а вторая, типа, как в банке. Как не найти караванщиков? Четводы вводят караваны из старого города. Его можно найти на юго-западе границы. Так, где здесь магазин? Лиз держит магазин к западу от банка. Это, Лиз, вообще очень ничего для человека. Ну, доверюсь тебе, собственно, как знатоку. Я так полагаю, у них... О! Это прям какая-то, я не знаю, группа поддержки. Большие шишки в этом городе. Маркус, это местный мэр и шериф в одном лице. Зайс, который главный по шахте. Чет, он заведует караванами. Бармен Фил, предводитель гулей. Наверное, если, конечно, у них вообще есть предводитель. А ты? Ты-то, собственно, кто? Где я могу найти? Фил, Зайса, Чеда. Я знаю, где их найти, так что, в принципе, это довольно бесполезная диалогия. Так, ну да, я думаю то, что у них у всех одинаковый диалог будет. Ну, мало ли. О, какой-то стол посреди. И растение, вы видите хищное растение, с которым можно поговорить. Что за стол? Ё-моё. Я попал в ту же самую хрена эту. Хрена дыру с хрена. Ну, вы поняли. О, это так хорошо, что вы сами подходите. В следующий раз, когда я буду вас зачищать, вас будет меньше. Ну, а сейчас... Я 14 урона муравью нанес. То есть, я его чуть ли не убил. Вернее, чуть не оставил в живых выстрелях из снайперской винтовки. Вот это круто. Чё скажешь? Привет, неплохая погодка, да? Простите меня. Это кто говорит? Вот это растение. Почему же? Да, да, вполне. Очень хитроумно, друг. Очень хитроумно. Теперь я вижу, что ты не вчера отпочковался. Мой изясенно-стебельный компаньон. Не откажешь ли ты мне любезность? Конечно. А я ищу кое-какое-нибудь более подходящее место. Здесь, в принципе, неплохо. Но, если честно, мне просто не с кем поговорить. Я думаю, что вон там, рядом с домом, где живет много кулей, ты можешь меня пересадить? Конечно. Чудненько. Я очень радо найти где-нибудь лопату и возвращайся, когда закончишь. Может быть, я расскажу тебе один секрет, мой друг. Надеюсь, ты будешь цвететь и пахнуть. Пока. Черт, лопата. Вик, ты носишь с собой лопату, которую я тебе давал миллион лет назад? Нет, Вик не носит с собой лопату, которую я давал ему миллион лет назад. И Кэсси, тоже ее не носит она в машине. А в какое здание-то? Уже 4 часа я хочу обедать. Вот к этому зданию тут вроде всего 1 или 2 гуля, насколько я вижу. 2. Да, больше я не вижу зданий каких-нибудь с кучей кулей. Вы видите старого... А, не, вот еще. Тут их действительно кажется больше одного. Ты кто? Мне не нравится выходить наружу. Ты не из города убежища? Нет, я не из города убежища. Мне нечего сказать никому. Какой-то... Так, ты. Собаки могут вилять хвостом несколько часов после того, как подохнут. Интересно. Так же интересно, как и то, что Кэссиди может загораживать проход даже через несколько часов, как подохнет. Ну и последний. О, самый главный, собственно. Привет, дитя, и добро пожаловать в дом престарелых гулей. Окей, я знаю одного. Гарольд зовут в Гекка. Ему, наверное, здесь понравится. Дом престарелых гулей. Это такая шутка. Все гули так или иначе престарелые. Видишь ли, мы все бесплодны, но очень долго живем. Мы первое и последнее поколение гулей. Это место для тех из нас, кто хотел бы немного отдохнуть. И у меня есть еще вопросы. Так, когда-нибудь слышал про Гек? Слышал, у меня когда-то было несколько штук, но чистокровные людишки сперли их, чтобы сделать свои собственные эдемские пущи. Может быть, в городе-убежище они еще и остались. Либо там, либо в МКР. К югу отсюда. Черт, ладно, у меня есть еще вопросы. Кто вы? Я Тифан. Ты когда-нибудь слышал о Сети? Когда-то он был главой старого города Некрополиса. Да, я его перейдил. Самочил. Я его сын родился до того, как радиация нанесла нам удар, поэтому рос и мутировал. Другим я никогда не был. Расскажи мне о Сети. Редкая мразь. Да, точнее его не опишешь. От того, что он превратился в гулей из-за радиации, у него не пострадало ни чувство юмора, ни начальственные замашки. Конечно, такое пережить кому угодно мозги свернет на бекрень. Мне-то пришлось гораздо легче. Я не был взрослым натуралом. Я вижу, у меня есть еще вопросы. Так, Том пристарелой кулей. Это шутка. Можешь что-нибудь рассказать. Когда я был молодым, я выиграл много денег на скачках. Давным-давно я зарыл все свои выигрыши недалеко отсюда. Если бы кто-нибудь окажет мне пару услуг, я могу рассказать этому счастливцу, где находится это сокровище. Какое сокровище? О каких услугах идет речь? Я уже старый, не очень люблю выходить на улицу. Так, не так много возможностей поразвлекаться, ты понимаешь, о чем я. Так что я очень хочу заполучить журнал «Кошачья лапка». Принеси мне его. Хорошо, я вернусь. «Кошачья лапка». Ну окей, Вик, поделись одним из своих коллекционных журналов «Кошачья лапка». Одного хватит, я надеюсь. Да, вот такой вот я предусмотрительный. Самое смешное, что у Кэссиди тоже... У Кэссиди тоже есть, по-моему, штуки две или три. Если их собрать десять, то можно в Нью-Рину сдать их. Но я не знаю, где они находятся. Типа, вот, возьми. «Спасибо за журнал, малыш. Оставь меня на часик или где-то около того». Ладно, развлекайся, я пойду пока другие дома смотреть. Мне еще в Нью-Рину ехать. Забавно, такая дверь, как будто вот здесь вот тяжело пройти. Даже две двери. В здание, у которого дыра в стене. Клево. Так, ты. «Вы имеете мужчину охваченного тревогой». Тебе тоже кошачью лапку дать? Кто вы? Что вы делаете в моем доме? Я, Сэт. Отлично, отлично. Приятно было познакомиться, растерянно мне отца. Послушайте, вы же любите приключения, верно? Да. Я спрашиваю, потому что, видите ли, моя жена пропала. Я не знаю, где она, ее уже несколько дней нет. Я спрашивал в городе, но никто ее не видел. Может, вы найдете ее для меня? Я поищу, как она выглядит. Блондинка очень сексапильная, с чудесным мелодичным голоском. Последний раз, когда я ее видел, она куда-то шла неподалеку отсюда. Она не любит мутантов и гули, а значит, не подходила к ним. Никто не знает, куда она ушла. Просто исчезла. Этого мне достаточно. Ну, на самом деле, нет, недостаточно. Я ни хрена не понял. Единственное, что я понял, то, что мне надо найти какую-то блондинку. Хотя, наверняка, она вот в этих вот шахтах, где-нибудь внизу, я не знаю, сидит там среди этих... Среди муравьев. Или лежит среди муравьев. Может, она уже по меропакту знает. Кстати, если уж... Раз уж мне... Ну, блин, Кэссиди, он такой просто... Просто мастер по надоеданию, я не знаю. Самое прикольное, то, что это было абсолютно бесполезное действие с моей стороны, то, что я... О, доктор какой-то. Так. Ё-моё. Что вам нужно? Отстаньте от меня, я занят. Кто такой, что делает Скорпион? Я профессор, я занимаюсь прикладным тестированием интеллектуальных способностей. Я создаю химические вещества, которые помогают усилить интеллект после удачного эксперимента с растениями. Я решил проверять их на Раскорпионы. Вы провели опыт на растении? Конечно, сначала я попробовал на растении, я пытаюсь увеличить интеллект буквально с нуля. Оно и видно. Хочешь что-нибудь уже работает? Да, конечно, и нечего ухмыляться. Когда-нибудь слыхали про Ментант? Я участвовал в разработке технологии серийного производства этого препарата. И многих других, многих других. Ну, ладно, ладно, скажем, я хочу помериться с вашим Скорпионом. Хотите пройти тест? Да, что мы будем тестировать? Вашу координацию движения, восприятие или интеллект? Я хочу проверить свою ловкость. У меня 10 ловкостей. А очень хорошо вы будете соревноваться со Скорпионом. Вы оба попытаетесь отпереть этот ящик удачи. Ух, вот так-то, мистер хитиновый панцы. Щелк-щелк. Ну, я первый вроде как. Нифига себе, как тебе удалось сломать замок клешнями? Посвистывание. Да, ничья. Ну, я приобрел 500 очков опыта. В принципе, меня это устраивает. Надо было мне в руки взять этот. Ну-ка. А можно в руки взять отмычку? Тогда у меня, получается, больше будет. Один из тестов. Ловкость. Очень хорошо. Давайте так и сделаем. Или отмычки не влияет. Отмычка влияет, наверное, только если этот... Только если им не... Да. Видать, не про канала. Ну, в общем-то, это небольшая, конечно... С моей стороны, потеря, потому что у меня 18 взлома. И, несмотря на то, что у меня 10 ловкости, они нихрена не ловкость проверяли. Ладно, что тут еще? Один из ваших тестов. Глаза. Сообразительность. Ну, а, глаза, восприятие. Ну, давайте, хорошо, становитесь вот сюда и начинайте вместе со Скорпионом читать буквы сверху вниз, слева направо. Нихрена себе. Да, верно, Скорпион. Чирк, чирк, жик, взмах хвостом. Верно, хороший мальчик. У, умница, у тебя все лучше получается общаться с Азбукой Морзе. Вы доказали, что по уровню восприятия не уступаете Роцкорпиону. 500 очков опыта. Окей. Так, ну и интеллект остался. Сообразительность. Вы со Скорпионом сыграете в игру, которую я изобрел. Я называл ее Шахматы. Начнем? Да, давайте. Так, и что? Мат, щелк. Оу. Что? Ты жульничал? Не печалься, неудачник. Вот же ж, падла. Итак, что-нибудь работающее удалось сделать. Да, конечно, и нечего ухмыляться. Когда-нибудь слышали про Ментант? Так. Хорошо. Так, давайте загрузимся на всякий случай. А то вдруг мне опыта не дадут, если я на интеллект не смогу пройти. То надо заново попытаться пройти на интеллект, но при этом с некоторой хитростью мы узнаем. Узнаем, как обыграть этого Скорпиона. Для этого мне всего лишь нужна лопата. Я знал это, я всегда узнал, что этих кусков дерьма на нас зуб. Ты про тех, кого я посадил? А ты что это вообще за место такое не подскажешь? Ну, тут открыто, так что я полагаю, что мне можно просто зайти и... Лазить по пустым ящикам. Чёрт, как я не люблю пустые ящики. Я люблю, когда ящики полные добра и справедливости. Ну, или просто добра какого-нибудь. Можно без справедливости. Ладно. Так, что бы ещё тут в некоторых зданиях я ещё не был, но, кажется, в большинстве было. Интересно, час игрового времени уже прошёл. 13.13. Давайте посмотрим, как быстро здесь идёт время. Так, как говорят, мутанты объединяются, чтобы что-то там сразить людей. Но это обычные здания. Я не знаю, давайте вниз пройдём, мало ли вдруг тут будет какая-нибудь фигня, типа... Ну, вы понимаете. Какая-нибудь фигня, типа... Зелёного перехода где-нибудь здесь на уголке, который я не заметил и потерял часть экспы в городе. Ну, экспы, я имею в виду, не то, что игровой экспы, а скорее опыта. Ну, и очевидно, пропавшие люди мне нужно спускаться будет в эту... В эту канализацию и там пытаться кого-то найти. Так, ладно, там уже путь. Так, Кэссиди, конечно же, Кэссиди. Ну, Вик выбирает самые клёвые пути через дом какого-то супермутанта. В одном месте должно быть внутри находится что-то очень соблазнительное. Вокруг этого здания летает больше мух, чем вам когда-либо доводилось видеть. Ну, это, да, про здание. Заодно можно, кстати, сейчас с электричеством попробовать решить проблему. Что за колодец, кстати? Можно к нему применить верёвку? У меня нет с собой верёвки. У Вика есть верёвка. Вик. Вик. Давай, Вик, делай своё грязное дело. Дай мне верёвку. Раз уж ты не даёшь мне лопату, то хотя бы дай верёвку. Блин, одна осталась, нифига себе. Хотя, наверное, в машине всё остальное. Я в машину очень много чего выложил. Так, верёвка. Не то, чё-то я применяю верёвка. Это ничего не даст. Странно? Ну, ладно. Так, где мой автомобиль? Никто его здесь не захотел украсть. А то, мало ли, бывают такие... Бывают такие города, где только и ждут, чтобы спереть мой автомобиль. Лопата в нём вроде бы была. Да, вот есть у нас лопата. Есть даже водный чип. Довольно бесполезный. Куча глаз. И портрет дреда. Ну, дред же, нет? Не похож? Не, не похож. Вот так похож. Вблизи, может, и не похож. Чё у нас, кстати, по электричеству? Давайте поговорим с этим типом. Науку я качнул. Так что, по идее, должно, если что-то понадобится. Эрик попросил меня увеличить подачу энергии на его дом, а то он потеет не в меру. Эрику нужно больше энергии. Эрик не получит больше энергии. У нас тут очень утончённый баланс энергии. Если добавить свет Эрику, у нас госпиталь отрубится. Или фонари, или шахты. В общем, никак нельзя. Если эта машинка работает на урановой крошке, то энергии у вас должно быть хоть отбавляй. Хватит и на ваш кородок, и на Нью-Рина вместе взятые. И вы даже не заметите разницу. Гони давай. То есть, никак не получится что-нибудь чуть-чуть подкрутить? Ладно, вот это более... Ну, формально, да, конечно. Но никаких ног. Хватит лодорничать, шевели задницей. Ну, и не обязательно было так ругаться. Он кивает и поворачивает рыжий на пульте. Вот, всё готово. Скажи ему, чтобы перестал жаловаться. Да ты просто само милосердие, гигант. Засунь это все в те уста, которые ты никогда не поцелуешь. Делов-то на секунду, а говна было. Кажется, я... Этот... Я тысячу очков, конечно, приобрёл. Вам даётся понять, как подарить побольше энергии в Дом Эрико, но... Это какой-то грубый диалог получился. Может быть, что-нибудь типа... Но он же страдает. Мыться ему надо почаще. Вот и всё. Have a nice day. Have a good day. Это ещё хуже вышло и вообще бесполезно оказалось. Так. То есть, никак не получилось что-нибудь чуть-чуть подкрутить? Боюсь, нет. Интересы города важнее интересов отдельных гаража. Но у меня есть ещё вопросы. Как практично с твоей стороны? Пойду расскажу ему, что он... Не важен. Пока. Чёрт. Может, мне самому что-нибудь тут подкрутить? Я не знаю. Ремонт. Это я могу. Ну, давай, Вик. Блин, этот дебил всё закрывает. Он даже Вику проход закрыл. Или нет, Вик. Подойди сюда. Он говорит, это я могу. И уперся в какой-то этот... Давай. Я попытаюсь. С радостью помогу. Ну и ничего не происходит. Да. Если вертеть рукоятки на пульте методом тыка, дополнительную электроэнергию Эрику это не даст. А если наукой? А вы попытаетесь увеличить подачу энергии в дом Эрика, но ничего не выходит. Может, на этот компьютер применить? Вам не удаётся ничего узнать. Нет. Видать, всё-таки науки у меня слишком мало. А, нет. Вам удаётся понять, как подарить побольше энергии в дом Эрика. Тысячечков опыта. А ещё чё-нибудь можно? Вы уже увеличили подачу в дом. Так. Он угрюмо смотрит на свой циферблат и с тихим голосом произносит. Это ниже пояса. Да, всего доброго. А. То есть он сначала не хотел, а потом... Окей, а потом я сам всё сделал. Ладно, понятно. О. Ёпты, коротышка. Я тебя не заметил в первый раз. Привет, друг. Нигде не видели безхозный самоц... Самоцветиков или драгметаллов. Нет, сегодня как-то не попадались. Но если увижу, дам знать. О, наверное, я не удивлюсь. Видите ли, рынок охотников за сокровищами в последнее время переживает некоторые трудности. Аналитики считают, что главным фактором, который негативно влияет на стремление людей к приключениям, является риский рост смертности, нехватка продовольствия и обострение борьбы за существование. Впрочем, если чего подвернётся, имейте меня в виду, вы будете первым в моём списке. А ты кто вообще? Как вас зовут? Я Микки, вежливый и предусмотрительный... Пред... Предупредительный? Вежливый и предупредительный. Я не знаю слово предупредительный. Он всех предупреждает, что ли, о чём-то. Охотник за сокровищами из Брокенхиллса. Охотник за сокровищами. Только не говорите, что никогда обо мне не слышали. Неужели вам никто не рассказывал истории о быстром Мике? О его удивительных перестрелках, опустошительных налётах и разбитых в разочких мордах? Боюсь, что это удовольствие прошло мимо меня. Ну что ж, вы многое потеряли, мой друг. Когда-нибудь я расскажу вам всё о кровавых подробностях. Кровавых. Я буду ждать, затеив дыхание. Так, окей. Ну, вероятно, опять-таки, он тут не просто так. Так, ну, игровой час по-любому прошёл. 13, 16, нет. Надо же, игровое время идёт не так быстро, как я думал. Я уже хотел со журналом идти. Ну ладно, я нормализовал энергию. Пойду цветочек выкопаю. А, ты? Ты доволен? Электричество уже дали. Спасибо большое. Я не могу описать словами, насколько я тебе благодарен. С тех пор, как изобрели деньги и бартер выражения благодарности перестала быть проблемой. Ну, тогда не трудись, мне достаточно твоей благодарности. Окей. Ну, тогда я вдвойне признателен. О, кстати, я слышал, что ты ищешь гэк. Попробуй поискать в НКР. А так, югу отсюда. Спасибо, пока. Довольно бесполезная информация. Ну, может, мне больше, типа, кармы дали за такое решение. Ну, я деньги вообще не беру, потому что это довольно бесполезно. Меня уже любят в этом городе. Пойду цветочек пересажу, будут любить ещё больше. Или где там этот дом престарелых? Вот этот, вроде, да? Что, карта не двигается? Двигайся, карта. Так, час уже прошёл. Возвращайся в журнал. Я ещё не закончил, малыш. Кыш. Блин, я прямо у тебя час посплю тогда. Если ты не против. Так, малыш, этот журнал меня просто омолодил. И я понял, что ради того сокровища, о котором я говорю, ты можешь сделать для меня и кое-что ещё. Найди мне надувную женщину. Я думаю, мне ирина их дофига. Хорошо, у меня есть ещё вопросы. Например. Ясно, пока. Я слышал, он был редкая мразь. Редкая мразь, да, точно. Окей. Он сам описывает. Надувную куклу? Что? Главное, что... Он не вернул мне журнал. Э, слышь, мне таких 10 надо. Чё? Ладно. Хрен с ним. Всё равно я 10, скорее всего, так и не найду. Потому что надо знать заранее, где они, скорее всего. Так, ты, у меня есть лопата, мне поговорить с тобой или чё? Так, пошли. Я так рад, что могу выпустить облако спор вокруг себя. Поехали. О, местная почва такая, такая другая. Наверное, её можно назвать более чистой. Видимо, потому что мне не нужно делить её с другими растениями. Ах, да, о. Кстати, если ты когда-нибудь будешь играть с профессорским скорпионом, запомни вот этот шахматный тактический приём. Он называется атака летающей печеньки. Скорпион не может ему противостоять. Спасибо, немедленно попробуй. Пока. Ну и что ж, пойдём немедленно попробуем. Что ж, мне просто так, что ли? Такую важную и интересную информацию предлагают. Так, сообразительность, давайте. И мат. Чирк, убью растение! Щёлк, щёлк, щёлк. Я не растение, чувак. Ну, окей. Я надеюсь, что он действительно не будет очень ко мне враждебен. Так. Опять вы, что вам нужно? Останьте от меня, я занят. Кто вы такой? Хочу пройти тест. Ну, я все тесты прошёл, полторы тысячи экспы получил. Я же сказал, я занят, у меня слишком много тел, что вы просто стоите разговаривать тут с вами счастливо. А ты, скорпион, что скажешь? Джик, щёлк, щёлк, щёлк. Что вы хотите с ним сделать? Не знаю, поиграть в шахматы, а ты как думаешь? А мои друзья, наверное, остались возле этого, да? А где они, кстати? Ээээ, напарники! Друзья мои приятели! Куда они делись? Кэсси Ди Вик, мне страшно. Так, ладно, я знаю, как решаются такие проблемы. Такие проблемы решаются, наверное, вот так. Оп. Оп. И они рядом со мной. Хорошо. Так, ну что ж. Ну что ж. Надувная женщина. Женщина. На самом деле, я помню, где находится надувная женщина. Если говорить об этом. Я этот город, как ни странно, довольно хорошо помню. Хотя проходил игру очень-очень давно. Наверное, лет 10 прошло. Хотя, может. Может, чуть меньше. Если не ошибаюсь, вот у этого мутанта она есть. Если не у него лично. А у него лично ее нет, я обсматривал вроде как его. То у него дома точно. Что забавно, потому что он супер мутант. Или не у него, а у кого-то другого. Да, именно у него. Юрина. Я не знаю, может быть, диалог какой-нибудь появился бы в кошачьей лапке, если бы я пришел и попросил. Но пока... Пока в этом смысла нет, потому что и так... Надеюсь, мне не придется час снова ждать, пока он поразвлечется с куклой. Старый сексуальный маньяк. По чистой случайности она у меня с собой отдать. Э, малыш, как раз то, что мне нужно. Оставь меня на несколько часов и поговорим. Уходи. Он похотливо взирает на куклу. Ладно. Продолжайте эту цепочку квестов. Я буду уже в следующем видео. Это уже достаточно. Что, пошли вычистим, наверное, эту фигню. Ну, где мураши бегают. Потому что, ну, очевидно, люди пропадают. И, очевидно, это не просто так. Не в шахтах же я, скорее всего, этих людей найду. Вот, кстати, где искать людей я забыл. Мне вообще дали этот квест искать людей? Найти пропавших людей для Маркуса. Да, не дали этот квест. Но мы будем делать его в следующем видео. Пока, если вам понравилось, то вы, собственно, знаете, что делать. Группа ВКонтакте находится, кстати, в описании к видео. В нее надо поступить. Ну, а с вами был Сет. И до свидания.